Всем добрый вечер. Сегодня мы продолжим разбираться с темой Ноаха, важного для нас персонажа Тора. В прошлый раз мы говорили о том, мы давно не встречались, что есть такое понятие «беспричинная милость». Мы видим, что человек спасен, когда на всю планету пришло наказание для всех. Он был спасен и не видим у него каких-то заслуг, ради которых он был вот так спасен. Поэтому мы называем это «беспричинной милостью». Но мы выяснили на прошлом занятии, что, оказывается, есть его заслуги в будущем, которые мы не видим, а Творец видит. И поэтому он его спасает, а для нас это кажется «беспричинной милостью». И какие-то были заслуги, как оказалось, Ноах нес себе идентичность Авраама. И Ашем это смог разглядеть, и на это есть намеки в тексте Тора. И второе, что выяснилось, что эта идентичность не могла проявиться не только из-за самого Ноаха, а из-за того, что к этому было неготово поколение. Поэтому произошло то, что произошло. И вот сегодня мы узнаем, что идентичность еще одного персонажа, который потом появится в Торе. Она также находится внутри Ноаха, и намеки на это можно увидеть в тексте. Но сначала мы займемся хронологией потопа. Итак, время снаружи ковчега не равно времени внутри, я читаю. Да, в процессе можно задавать вопросы, если что-то непонятно, сразу же. Перебивать? Да, перебивать. Главное – понять, поговорить, обсудить, чтобы понять, что хочет нам сказать Тора. В рассказе о потопе в седьмой и восьмой главах книги «Берешит» есть несколько непонятных моментов, в частности, хронология потопа. У комментаторов Торы есть большие сложности в этом вопросе. В комментариях Раши и Рамбана представлены основные разногласия по поводу даты потопа. Приведем несколько дат, упомянутых Торой. Ноаху было 600 лет, и потоп был на земле. 600-й год жизни Ноаха во второй месяц. Что такое второй месяц? Это может быть месяц Мархешван, если считать от Тишрея, по мнению раби Элиэзера. Это может быть Ияр, если считать от Ниссана, по мнению раби Иошуа. Итак, есть два отсчета месяца. Во-первых, еврейский Новый год наступает осенью Роша-Шана и в месяц Тишрея. Итак, нам говорят, что в этот месяц у всех народов Ближнего Востока тогда был Новый год осенью. Но потом в то время... Во-вторых, мы считаем, что Всевышний дает заповедь народу Израилю. Этот месяц священия будет у вас с началом месяца. Секунду, у кого-то включен микрофон? Да, я выключил звук. Если что-то хотите сказать, тогда включайте и перебивайте. А так, если какой-то шум, я выключаю. Итак, евреям дал новый календарь, об этом мы читаем в Туре, с месяца Ниссана. Поэтому есть такая странная ситуация. Считают номера месяцев еврея от Ниссана с весеннего месяца, а Новый год наступает в седьмой месяц. Поэтому есть такие два способа отчета месяцев. Но поскольку в времена потопа еще вот эта заповедь, что отчет месяцев пойдет от Ниссана, не была дана, поэтому тогда, получается, месяцы считались от Тишрея, либо от Ниссана. Поэтому есть такой спор, что является вторым месяцем, в который начал потоп. Можно я добавлю, да? Вот этот спор между Рави и Лезером, Рави и Ашуань, он, по сути, о том, в какой месяц был сотворен мир. Был ли он сотворен в Тишре, или был ли он сотворен в Ниссане. Поэтому, когда мир доходит до Норха, то действительно есть в соответствии с этим разногласия вопрос. Второй месяц, если считать все года начинает сотворение, каким будет второй месяц? После Тиши, если мир сотворен в Тиши, или после Ниссана, если мир сотворен в Ниссане. Это длинное очень разногласие, там очень много аргументов в Талмуде с одной стороны и с другой стороны. Но в конечном итоге, надо понимать, что есть два подхода к сотворению мира. И ни один из них не изябычный. Талмуд приводит обычно точки зрения, неважно. В конечном итоге, они так или иначе приняты в отношении некоторых вещей мы считаем от Ниссанов, в отношении некоторых вещей считаем от Тиши. Но окончательного решения, по поводу того, когда был сотворен, мир нет. Это очень важно вообще говоря, потому что Тиши и Ниссан – разный характер. Одно осенью, другое весной. И характер мира, который сотворен в Тиши, он не совпадает с характером мира, сотворенного в Ниссане. Что интересно, что в этом споре они согласны в том, что мир сотворен в равноденстве, когда день равен ночи. И если так подумать, что есть Медрад, что когда изгнан был из Ганедена Адам, он увидел, что дни уменьшаются, поскольку была осень и увеличивается ночь. Он подумал, что это является следствием его греха. И тогда можно предположить, что действительно, когда был сотворен мир, и когда еще не согрешил Адам, это мог бы быть… То есть это было равновесное состояние, и это мог бы быть Ниссан, если бы Адам не согрешил. И тогда, получается, он вышел бы и начали бы увеличиваться дни. Но это так, вот мое предположение, опять же, из этого спора. Интересно, да. Стоит подумать об этом. Я первый раз такой концепт услышу, и как она может разворачиваться. Ну, тогда продолжим. Для удобства изучения мы сегодня пойдем, по мнению Раби Элезера, и будем считать месяцы Адтишрея. И тогда то, что написано здесь, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзли все источники Великой Бездны, и проемы небесные открылись. Это говорит, что потоп начался с семнадцатого Мархешвана. И после написано. И был дождь на Земле сорок дней и сорок ночей. До какого времени шел дождь? Это несложно посчитать. До двадцать седьмого кислева. Или двадцать шестого, или двадцать пятого. Зависит от продолжительности месяца Мархешвана. Имеется в виду лунные месяцы, которые идут там двадцать девять или тридцать дней. Но понятно, что дождь закончился в кислеве в конце месяца. Читаем дальше. И был потоп сорок дней на Земле. И умножились воды, и мы несли ковчег. И поднялся он на Землю. И воды усиливались на Земле все больше и больше. И покрылись все горы высокие, которые под всем небом. И усиливались воды на Земле сто пятьдесят дней. И отступать стали воды с Земли все дальше и дальше. И убывали воды по окончании сто пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце. Семнадцатый день месяца на горах Арарата. Что такое седьмой месяц? Если мы начали счет от Тишрея, тогда седьмой месяц это Ниссан. Но Раша говорит, нет, с какой стати? Это Севан. Севан называется седьмым месяцем, потому что он седьмой от Кислева, когда закончился дождь. То есть теперь мы считаем не от Тишрея, а от Кислева. И тогда седьмым месяцем должен быть Севан. Семнадцатый Севан, так говорит Раша. Читаем дальше. И воды все убывали до десятого месяца. В десятом месяце, в первый день месяца показались вершины гор. Возникает вопрос, какой месяц десятый? Если мы скажем, десятый месяц от Тишрея, тогда это месяц Томуз. Если считать от Кислева, то это Илуль. Раша говорит, десятый месяц это Абр. Десятый от Мархешвана, когда начались дожди. И тут я совсем запутался. В одном отрывке три разных системы подсчета месяцев. Если начинать от Тишрея, это первый способ. Или от Кислева, это второй. Или от Мархешвана, это третий. Все в одном тексте. Это непонятно. Давайте продолжим. И было в шестьсот первый год. В шестьсот первый год чего? Можно было бы ожидать, что дальше будет написано «Жизнь Иноаха», но так не написано. Получается, можно считать, откуда захочешь. И было в шестьсот первый год, в первый месяц, в первый день месяца ушли воды с земли. Что значит в первый месяц? Ведь я уже не знаю, как считать месяц. Раша сказал мне, первый это Тишрей. То есть мы возвращаемся к первому способу подсчета. И во второй месяц... Можно я перебью? Раз РАФ так акцентирует внимание на том, что мы меняем точку отсчета очень легко и быстро в этом случае, то, может быть, и первоначальный расчет месяца, второй, в шестисотый год жизни Иноаха, это был, может быть, ну это чисто такая парадоксальная идея. Может быть, мы вообще должны считать от дня рождения Иноаха? Еще один вариант. Ну да, мы знаем, что как бы календарь там, как сейчас, какой-то единый для всех. В Торе такого нет. В Торе считаются годы от начала правления царя, ну в Танахе вообще, в Танахе точнее. Да, получается, что как бы когда, ну понятия о сотворении мира там или еще какого-то тогда не было. И тогда вполне возможно, что там был какой-то глава поколения, который тогда был Ноах. Поэтому Торе нам и говорит, шестисотый год, и всем понятно, поскольку он глава поколения. Извините, там еще есть отсчет от выхода из Египта при построении храма, да? Это в Торе прямо встречается, да? В Танахе, когда Шломо строил храм на 800, кого сейчас не могу вспомнить, точно у меня цифры. Я могу сейчас посмотреть, да. Но не указано, сотворение в мире нет, есть от выхода из Египта. А до этого момента встречались, ну, когда писали год в Торе, там от чего-то? Нет. Насколько я знаю, насколько я помню. Да, интересно, то есть можно предположить, что как бы то раннее человечество, оно не воспринимало как-то историю единой. Ну, про Египет, кстати говоря, понятно, да, как мы читаем в Агаде, да, что если бы там наши отцы не вышли из Египта, мы бы там до сих пор и сидели. То есть тогда получается, что с выходом из Египта и началась, собственно, история, да? До этого там все шло как-то по кругу. Вот, а то, что было до этого, там тоже непонятно, как вообще шло время, как оно воспринималось людьми тех поколений. Что мы можем об этом узнать из того, как они считали его? Видим, что это было не так, как у нас, как-то по-другому. Я извиняюсь, а Роша Шана, это день рождения Адама, не считается, не берется во внимание? Он берется, но как бы его стали уже в поздние поколения так считать. Мы не видим, когда говорятся какие-то даты в Торе, да, что они считаются от, там, какой-то год от дня рождения Адама или сотворения мира. Там вот идет, например, был шестисотый год жизни Ноа. 480 лет после выхода из Египта. Прошло, извини, я просто так проверила. Да, интересно. То есть получается, что тот календарь, который мы сейчас считаем, его уже мудрецы подсчитали нам. Да, есть много… Календарь – это вообще очень сложная вещь, как он устроен, почему есть несовпадения, некоторые разночтения между календарем, которые историки считают. И тем принятым нами календарем есть расхождение, где-то там на 150 лет приблизительно. Это мы в эту тему сейчас углубимся, это уйдем далеко. Я просто заметила, что кроме как-то, так сказать, исчисления по царям, оно довольно-таки точное. Потому что у нас в Танахе все время есть параллель между двумя царствами Израиля и Игудой. И там на третий год царствования в Игуде такого царя стал какой-то царь в Израиле. И наоборот, все время есть согласование между… И там нету большой ошибки какой-то, не может быть. Хотя года считаются по правлению царя. На пятый год царствования случилось тот. Но при этом до исхода у нас есть как бы годы жизни главпоколений. Вначале там в Берешит идут, этот прожил столько-то, потом родил детей. Ну, там можно посчитать по годам вполне. Шем на таком-то году своей жизни родил… Эвера, да? А Эвера на каком-то жизни, годы жизни родился. И по годам вот этим можно посчитать, сколько времени прошло состворение мира. Это как бы считается. Ну, есть еще Медраж Седор-Улам, в котором там восполняет то, что не получается посчитать. Насколько он обязывает этот вопрос? Но вообще, мы сейчас… Нас больше занимает принцип, да? Почему тут есть, как бы, по видимости, смешение различных подходов? Один раз мы считаем от одного месяца, другой раз от другого. Есть тут намек на какие-то разные тенденции, которые просматриваются в истории потопа, я думаю. Хотя наше внимание застряется на одной специфической части этого. Ну, то есть, когда человек просто читает историю потопа, он видит, что там есть регулярные какие-то временные вехи, да? Ему кажется, что легко будет их там составить в одну хронологию, но мудрецы пытались, у них это не получилось. То есть, поэтому они делали попытки там, ну, разных точек отсчета. И в итоге, ну, в итоге мы увидим, к какому выводу все это у нас приведет. И во второй месяц, 27-го числа, земля высохла. Что такое второй месяц? Раши говорит, это Мархишван, который второй после Тишрея. Если так, то у нас есть четыре разных способа счета. От Тишрея, от Кислева, от Мархишвана, от Тишрея. И если это верно, что во второй месяц, 27-го числа, земля высохла, тогда получается, что выход из Ковчега, конец потопа, произошел 27-го Мархишвана. Это день, в который у нас в Бритулам принято праздновать День Человечества, праздник народа. Значит, сначала потопа прошел год и десять дней. Раши говорит, что это десять дней, на которые солнечный год больше лунного. То есть, это один полный солнечный год или год и десять дней лунного года. Отлично. То есть, у нас лунный месяц 29-30 дней. Умножаем там 30 на 12, получается 360. Но учитывая, что часть месяца там по 29 дней, то есть 355 плюс 10, это как раз вот полный оборот Земли вокруг Солнца длился потоп по одному из способов подсчета. Теперь у меня есть еще один вопрос к этому рассказу, который выглядит совершенно запутанным. Сколько лет было Ноаху, когда он вышел из Ковчега? Если когда он вошел в Ковчег, ему было 600 лет, а когда вышел, прошел целый год. Значит, Ноаху 601 год. Но мы читаем. И жил Ноах после потопа 350 лет. Если мы прибавим 350 к 601, тогда Ноаху должно быть 951 год, когда он умер. Но в следующем стихе мы читаем. И было всех дней Ноаха 950 лет и умер. Значит, не хватает одного года. Таковы трудности в тексте. Я надеюсь, вопрос понятен. Если вы успели отойти от шока, я хочу дать ответ на вопрос. Я хочу высказать мнение, что время, которое прошло снаружи Ковчега, не равно времени, которое прошло внутри. Откуда я это взял? Давайте посмотрим 8 главу 5 стих. И вот и все убывали до 10 месяца. Первый день 10 месяца показались вершины гор. И было по окончании 40 дней, открыл Ноах окно Ковчега, которое сделал. В 10 месяц нам говорят, что прошло 40 дней. Из этого я хочу сделать дерзкий вывод. Внутри Ковчега прошло только 40 дней. Снаружи Ковчега прошел целый год. Получается, когда Ноах выходит из Ковчега, ему не 601 год, ему 600 лет и 40 дней. И тогда понятно, почему он жил только 950 лет, хотя мир за это время прожил на год больше. Ну, во-первых, надо вспомнить, что изначально, когда Всевышний сказал Ноаху, что он наводит потоп, он сказал ему, что дождь будет идти 40 дней. Вот 7-4, глава 7 стих 4, потому что еще через 7 дней я проливаю дождь на землю 40 дней и 40 ночей и сотру все существующее, которое сделал я с лица земли. Потом там написано, что 40 дней шел дождь, и потом через 40 дней Ноах выходит. Можно предположить, что это были разные 40 дней, но учитывая, что нам нужно как-то прийти к тому, что в жизни Ноаха год не прошел, поскольку он прожил 950 лет, а после потопа 350, тогда это все сходится с тем, что действительно восприятие Ноаха прошло 40 дней. Но для Земли это был полный оборот Земли вокруг Солнца. Хотя, честно говоря, непонятно, потому что написано, что через 40 дней он открыл окно, но после этого там он посылал ворона, голубя, там еще прошло несколько месяцев. То есть он все-таки не вышел из Ковчега через 40 дней, а провел в закрытом Ковчеге 40 дней, получается. У меня такой вопрос. На 600-е годы, значит, ему было 559, и тогда все сходится, как бы. Может быть, такой момент, да, это один из вариантов. А второй вариант, что Тора просто округляет, что там один год. Для красоты можно округлить, чтобы было все красиво. И это нередко встречается такое. То есть во всех перечислениях, во многих там очень редко встречаются вообще единицы. По крайней мере, там или до сотни, до пятидесяти округляются. И, во-первых, я хочу сказать, это не округляет, безусловно, очень часто встречается. И Ковчега 40 лет, все это круглые цифры, или 70 лет, или так далее. Не сказано 71 или 42. Но вот здесь как раз, когда все время мы подчеркивали в такой-то месяц и следили за временем очень обратно, это очень странно. И вообще с годами наших этих, не прадцев, а тех, которые жили до потопа, и прадцев тоже, они не округляют обычно. Это первое. Второе, даже если мы скажем, что округлим, действительно, такой комментарий можно дать. Что интересно? Интересно вынести что-то новое из каких-то неточностей, как бы, которые Тора нам дает. Она могла бы сказать и 601 год, что проблема. Да, для красоты округлила, может быть, округлила для красоты. Надо понимать вообще, я думаю, что вы прекрасно знаете, это метод Медраша. Это метод, который наши мудрецы развили во времена второго храма и дальше, в соответствии с которым они относятся к Торе, как к некоторому шифру, условно говоря. Что в Торе заключено больше, чем видно на первый взгляд. И этот метод они используют для введения галактических всяких, то есть формирования закона. Когда они берут какой-то стих и как бы, как консервную банку, вскрывают ему и показывают, что его можно трактовать очень хитрым образом и вывести из него какой-то закон, и сказать таким образом, что этот закон исходит из Торе. И такой же метод применяется, начиная со времен Медрецов, точно так же и вагадическими философских рассуждениях. Действительно, можно сказать, что округлило, здесь все в порядке, и время шло, это от Тиши, это от Нисана, это от Кислива, это от Мершишкона, и все хорошо ложится. На самом деле, не случайно Тора запутала, условно говоря, эти очень важные отрывки, как в отношении Потопа, например, которые очень-очень сложные. Раф тут привел только, так сказать, основные вехи, он в принципе очень сложный. И то же самое в даровании Торы, и там очень сложная структура. Почему так сложная? Что мы из этого учим? Если так, как вы говорите, что мы учим из того, это как бы два момента тут есть, что мы учим из того, что, значит, время как бы разное, это, кстати, в ковчеге. Это правильный вопрос. И снаружи, когда мы уже знаем как бы априори, что в Торе как бы такого линейного времени нет, там нет раньше и позже, это известно, это известный принцип. Нет, 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 во-первых, это разногласия. Есть, которые думают, что есть раньше и позже, есть, которые нет, думают, что нет раньше. Хорошо, а что нового мы учим? Во-вторых, это не совсем то же самое. А что мы нового учим, если мы знаем, что в Торе времени нет? О, это вопрос правильный, конечно. Что мы нового взяты учим? Если мы просто так, для красоты, скажем, вау, тут у нас есть теория относительности. Это как будто он летал куда-то на другую планету со скоростью, большей скоростью света. И вот Тора, представляете, с крыла, то есть таит в себе такие вот шифры, которые говорят, это на самом деле ничего, никакого морального урока нам не несет. Поэтому вопрос совершенно легитимный, то, что вы говорите. Это, безусловно, очень важно. Если это просто для красоты, мы такое объяснение придумали, то в нем нет большой ценности. Если мы из него сможем что-то изъявлять для понимания морали, устройства мира и так далее, тогда это имеет значение. Я сам предложу, что мы можем извлечь. Мы извлекаем то, что когда мы занимаемся такими вопросами, мы как бы лучше, как бы пристальнее всматриваемся Тору, и это как бы дает нам пропитаться этой Торой, пропитаться этой как бы метафизикой. И это нас, как сказать, это Ират Шамаем еще больше как-то. И вот это нас как бы психологический такой эффект, он заставляет нас как бы больше верить, ближе приблизиться. Только такая прагматика. Это тоже, да, это, конечно, это всегда. Это же, об этом и говорят мудрецы, что, так сказать, о заповеди лимон-тарар, насколько она важна, потому что именно вот этот лимон, это углубление, этот поиск дополнительных значений, он очень приближает человека. Я согласна совершенно. Ну, хорошо, спасибо. Ну, мы посмотрим, может быть, что-то еще можно изменить из этого. Я уверена. Еще есть, кстати, стих 8.22. Это после потопа, да, когда, как бы, ходит Ног, построил жертвенник, все там, обонял Ашем в Лагоухане и сказал Ашем, не буду более проклинать землю. И вот он говорит, Ашем, все, впредь все дни земли, серф и жатвы, и холод, и тепло, и лето, и зима, и день, и ночь не прекратятся. То есть в этом есть намек, что во время потопа был некий хаос, в том числе во времени, да, и теперь вот он говорит, что теперь они не прекратятся, теперь все пойдет линейно, да. Возможно, как раз действительно, что тогда вот еще время, оно тоже было каким-то... Ну, насколько я помню, Рам еще об этом будет говорить, кстати, да. Да, в какой-то мере. Итак, эта идея объясняет ряд вопросов, возникающих при исчислении времени. Исчисление времени не только объективно, возможно, и субъективное исчисление времени. Например, человек может сказать, пока я ждал его, для меня прошла вечность. А если проверить, оказывается, прошло две минуты. Но эти две минуты были для него вечности. Тогда будет легитимным сказать, что Ноак пережил в ковчеге только 40 дней изоляции, а весь мир прошел целый оборот времени. Это объясняет также путаницу со способами счета месяцев. Считать ли Атхишрея, Атхишлева, Атхишвана или снова Атхишрея. Это говорит о том, что время было запутанным. Не только физический мир был в хаосе, но само время, этот параметр, которым мы изменяем реальность, и он был запутан. Ну да. Да, я считаю, что это очень важная идея. Вот такой таких неоднородностей времени, она и в других местах иногда проскальзывает. И где-то, я не помню, про это уже говорил. Но неважно, я сейчас не могу. Забыла. Но он уже об этом говорил, что иногда бывают какие-то скачки такие во времени, что время может быть неоднородным. Кажется, что это только субъективно, но оказывается, что это самое страшное, что происходит в потопе, когда время разорвано, когда оно запутано. Ощущение времени это самое стабильное, то, что нам кажется, есть в нашем мире. Время, его ничем не подкупишь, его никак не изменишь, мы на него можем хотя бы опираться. А тут и само время было перепутано. Это кошмар. Ну да, мы даже не можем себе представить, насколько это страшно, что то, к чему мы привыкли, там время, не знаю, как воздух, место, что, допустим, как говорят, что нет ему места, в Улам-Абам. Что не то, что там, а вот человек попадает туда, там ему нет места. То есть такое место, что я нахожусь, себя ощущаю, потому что есть какое-то пространство, в котором находится мое тело. Вот. Я к этому так привык, а вот забрать у меня это пространство, и все, нет места. Страшные дела, даже нельзя представить. Или нет времени. Здесь еще такой момент, и, наверное, я могу быть не парав, но именно в тот момент изменилось течение времени, когда все люди, которые остались в мире, были сконцентрированы в ковчеге. Для них время шло для всех одинаково. Вне ковчега людей не было, поэтому там течение времени можно было менять как угодно. И важно то, что у нас согласованность времени между людьми одинаковая. То есть нельзя ускорить время или замедлить для двух разных людей. то есть они время воспринимают одинаково. Но если все люди сконцентрированы в какой-то одной точке, там время течет для них одинаково, то вне этой точки время можно менять как угодно. То есть Всевышний может его менять, и нет проблемы в согласовании восприятия времени между людьми, которые его воспринимают. То есть все люди в одном месте, они одинаково воспринимают. Для них прошло 40 дней, окей, вокруг, там, где они не видят, они не открывают окон, они не видят, что происходит, там может пройти 10 лет, и для них не будет какого-то такого когнитивного диссонанса в том, что произошло снаружи. Они все воспринимают одинаково. Да-да-да, это напоминает еще творение, что во время то, что там происходило, 6 дней творения, пока не сотворен человек, мы не можем, это условно говоря, 6 дней, но что там было со временем, мы не знаем. Реальный отсчет времени начинается с того момента, когда сотворен человек, когда есть кто-то, кто это время переживает, который может это время измерять. То есть тут мы сталкиваемся с тем, что в физике называется эффектом наблюдателя, да, нет наблюдателя, мы вообще там мало о чем можем говорить. Так, ну хорошо, если про время все, дальше пойдет немножко другая тема, собственно, что мы из этого учим. Что мы извлекаем из всего этого? Мы извлекаем очень важную вещь. Потоп для тех, кто погибли в нем, был природным явлением, а полный оборот, полный цикл природы называется годом. Но Ноах снаружи этого, он переживает нечто другое, он получает торм. Именно на это намекают слова, и был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. То есть в эти 40 дней Ноах получает сильное переживание, которое подобно переживанию Моше, когда он получал торм 40 дней и 40 ночей на горе. И тоже можно сказать о Моше, как он мог не есть и не пить 40 дней и 40 ночей. Это можно объяснить тем, что он находился в другом измерении времени, которое отличается от нашего. Вот так. Тут как раз противоположная идея, тому, что Тимур говорил, одно другом не меняет. Идея такая, что на земле, в которой происходит поток, происходит все в управлении природном с именем Илакима, которое связано, а сам нос находится в тот момент в другом управлении, управление, которое над ним находится, управляется непосредственно с трехбуквенными именами, что называется «блосердие». Как Андрей упоминал вначале, он был спасен ради будущего, ради того, что заключено в нем и выйдет в будущем. И в этот момент он полностью как бы находится в этом управлении, включая то, что и время у него уже течет иначе. Он целиком под божественным управлением, которое не связано с природой. Ну, это опять же говорит о том, что это два разных измерения, две параллельных реальности. То, что природа и Лукин, там обороты Земли, и как бы Ашем, и его контакт с Ноахом. Ну, и опять же, что такое вот эти 40 дней и 40 ночей? Это просто такая цифра, которая нам здесь, например, нужна для того, чтобы отослать нас к Моше, потому что там то же самое было. А на самом деле, может быть, это не один, два, три, и так, до сорока, а просто там это число, там оно что-то означает, да, означает вот именно как бы получение Тора, например. То есть не факт, что это нужно там считать, как вот там 40 календарных дней. Хотя в нашем мире, да, мы там считаем вот летом, там после Шивот, первые 40 дней, вторые 40 дней и так далее. А в каком состоянии находится человек, получающий Тору, там, Нуах или Моше, мы это, конечно, там своим восприятием представить не можем 40 дней. Андрей, тут еще такая мысль появилась, что если мы подразумеваем в то, что в течение всего этого времени Всевышний не общался ни с Нохом, ни с теми, кто был в Ковчеге, то основная задача была в том, что у них данный ход событий не вызвал бы никакого противоречия с их представлениями. То есть люди заперты в Ковчеге, снаружи происходит что-то непонятное, и если их течение, ну, то есть какой-то ход событий, какие-то их физиология, какие-то их потребности, что-то, что происходит, начинает выходить из их как бы представления о мире, что-то нелогичное, там произошла бы огромная паника, и что-то случилось бы невероятное. То есть все, что происходило в Ковчеге, все должно было быть для Ноха и для его родных таким логичным и таким понятным, что им казалось бы, что все вот так, как они привыкли воспринимать, как они ожидали, что это будет. Ну, давайте абзац прочитаем, и там, мне кажется, есть какой-то, если не ответ, то способ для следующего решения. Еще один момент, чтобы не уйти далеко от него. Тут какая-то проблема с Маше, мне кажется, не совсем как-то подходит, поскольку Маше сам свидетельствует, он говорит о себе, 40 дней я не ел и не пил. Для него прошло 40 дней, он видел восход, заход, восход, заход, он считал эти 40 дней. И это существенно, что он таким самотверженным был, чтобы получить Тору и все. Здесь совпадают эти 40 дней с тем, кто ожидал этих 40 дней. тут не очень сплеется, мне кажется. Да, вы правы, конечно, поэтому это не стопроцентное, это только как намек, какая-то связка. С другой стороны, по вашей методике, можно сказать, что у него там проходило время иначе, но он имел в виду те 40 дней, 40 ночей, которые народ его ждал. Да, психологически он не хотел ни пить, ни есть, то есть при таком духовной пище ему как бы не нужно было. Может быть, у него прошло меньше времени, может быть, больше, он вообще был в другом мире, да, но в нашем мире прошло 40 дней, он же говорит с народом, 40 дней я был на горе, он имеет в виду, что для них прошло 40 дней, то есть это я гармонизирующий комментарий, так сказать, объяснить всегда можно, но вообще говоря, конечно, есть тут какая-то не стопроцентная связь. Ну да, про Нолха, во-первых, непонятно, как там он отсчитывал дни и ночи, если был такой хаос глобальный, во-вторых, ну, еда у них все-таки была, как мы знаем историю, Дима Машем сказал, возьми себе и всем животным еды. А чисто лингвистически, если посмотреть РБА и РБ, это мы не всегда понимаем, может быть, это относительно много. Нет, там только две буквы совпадают из четырех. Ну, в смысле слова РБА, да, там тоже есть корень РАФ, то есть множество. просто в Соломоне там, например, Арбе Меот как 400 лет иногда переводят, а иногда как много лет, очень много лет. Где? Я не знаю. В каком стихе конкретно? Ну, я не отошлю прям так сразу. Это на самом деле разные слова. Арбе и Арба, это они по-разному пишутся. Ну, если есть креатив, может быть, если написано одно, а читается другое, я просто сейчас не вспомню, есть ли такое или нет. Надо просто точно посмотреть. Посмотрите. я в классе библейского иврита или древнего иврита проходили мы это и просто запомнилось, что 400 лет не могло там быть и просто перевели как много, очень много. А, ну, что 480 лет после выхода из Египты, то, что я говорила, построение храма? Ну, это уже, так сказать, вопросы там. больше связанные с, как-то сказать, исследованием текста, научным, как-то связать с историческими данными. Я не знаю, я такого не слышала, я попробую посмотреть, если вам интересно. Там они, видимо, утверждают, что есть какая-то ошибка в написании. Надо конструироваться. тогда понятно. Да, если, нет, но, я не точно поняла, что Ставфон Мэр говорит, поэтому, ну, давайте этот вопрос отложим, он как бы не очень тесно связан. Попробуем потом. Вы вообще в нашем чате, может быть, в чате обсудим потом? Я не для обсуждения, я просто как мысль, просто я такое слышала, не для обсуждения. что понятно. Но здесь как бы нету даже арба, есть арбаиды. Конкретное место, почему они пытаются там сказать, что вкралась ошибка, я думаю, потому что им кажется, что должно пройти было больше лет. Это отдельный вопрос. Мне так кажется, если я правильно поняла то, что вы сказали, я не знаю. Продолжим, Африк? Да, продолжим. Теперь можно понять все медроши, которые относятся к Ноаху, как к евреям. Ведь Ноах, в сущности, переживает то же, что и Израиль. Он – все человечество, и в то же время он – Израиль. И поэтому он также получает семь заповедей сынок Ноаха. То, что происходит сразу же после этого, после того, как Ноах выходит из Ковчега, он строит жертвенник и приносит на нем жертвы. Принесение жертв на жертвенники – это именно то, что происходило с Израилем после того, как они получили Тору. Они построили Скинию и получили указание, как строить жертвенник. История с Ноахом была первым опытом получения Тора. Ведь, как сказали наши мудрецы, нет воды, кроме Тора. Есть такое правило, как я понимаю, в Талмуде, где мы видим воду, возможно, это намек на Тору. Ну, потому что Тора, как и вода, течет сверху вниз, потому что она источник жизни, потому что она принимает форму того, кто ее принимает. То есть, каждый может вместить только в меру своих возможностей, своего сосуда. Ну, и то, что говорил Тимур, что интересно, с одной стороны, получает Ноах Тору, все человечество. А, кстати, в другом уроке Рава на этой голове я слышал, что именно человечество не было готово, у него не было сосуда для получения Тора. Что вот этот потоп, он являлся дарованием Тора человечества. Но у них не было сосуда, поэтому их смыло. Потому что что такое Тора? Это заповеди. Тебе говорится, что ты должен делать, если ты этого не делаешь, то как бы наказание. Соответственно, в тех поколениях это в жесткой форме. И поскольку они их не готовы были принять, то их смыло. А почему не смыло Ноах? Он как раз построил себе ковчег. То есть у него были жесткие границы от вот этих вод. В отличие, например, от Моше, который там своим телом как бы восходит на эту гору без всякой границы. наоборот, он вошел во мрак смело. При этом народ, который остался внизу, он там тоже переживает какие-то страшные потрясения. Там даже сказано, что они на мгновение умерли от этого потрясения, когда Тора приходит в мир. Но в случае с Ноахом ситуация другая. Все таки умерли, не пережив этого потрясения. А Ноах выжил, потому что у него был некий вот такой инструмент, называемый ковчег. Интересно. Да. Из этого я... Ноах, несмотря на то, что он нес себе будущее Израиля, он был далеко еще от уровня Моя Моя и не мог соприкасаться непосредственно. Он мог выжить, отгородившись. Ну, да, и говорят, что, собственно, вот эти все заповеди Ноаха, они почему отрицательны, что там вся задача вот как бы уберечься от как бы нечистоты окружающего мира. Да, и есть там еще история, почему Яков идет, когда он идет к Лавану, он задерживается на 7 лет в Ешиве, Шема и Эвера, да, потому что он учил у себя дома Тору Авраама Ицкака, еврейскую Тору, о том, как исправлять мир. И тут сложилось так, что ему нужно идти как бы идти из Израиля к народу мира к эдолопоклонникам, чтобы ему там сохраниться, не как бы получить, сохраниться от их нечистоты. Он идет учить именно вот эту Тору в Нейноах, Тору Шема и Эвера, Тору защита, то есть Тору вот этого ковчега, то есть отрицательные заповеди там не поклоняйся идолам, не богохуйству и так далее. Вот это как раз возможно и есть и ковчег, да, то есть вот защититься, защититься от окружающего хаоса, в отличие от Моше, когда он там уже совсем другая история, другая Тора, другие законы, другая идентичность. Ну и то, и другое Тора. Но как ты думаешь, в конечном итоге все человечество должно прийти к идее исправления, не просто защитить, как в Псалме говорится, сур-мира-был-сет-об, а отстранить от зла и делать добро. То есть первым этапом всегда это отстранение от зла. То есть может быть на первом этапе человеку важно быть в ковчеге, а на следующем этапе наверное и у всего человечества будут позитивные какие-то заповеди. Мне так кажется. Получается так, что если первый этап это ковчег и заповеди Ноаха, второй этап это уже Тора Израиля. Тогда получается, что по схеме отстранись от зла это ковчег и заповеди Ноаха, а потом человечество ждет следующую ступень, когда оно выполнит вот эту первую ступень, когда оно соблюдет заповеди ног и тогда уже там продолжит свой подъем и станет уже как позитивное влияние. Только на кого? Ну, исправлять свои в позитивном это недостаточно. На самом деле не убивать и не грабить это недостаточно. Позитивные вещи это позитивное отношение как бы помощь ближнему, сочувствие братское отношение то, что монету нам говорит настоящее братское отношение не только не убивать своего брата, но и не продавать его в рабство в Египет, но и гораздо более высокий уровень отношений братьев, когда они поддерживают трудно. Да, получается так, интересно. Еще 40 дней такие есть, у меня всегда были такие соображения, я не знаю, это есть где-то в литературе, я сам не пришел, 30 это время обновления, то есть это примерно месяц, полный месяц 30 дней, а еще 10 дней это дни очищения, дни суда, как бы второго суда, то есть первый, так как мы проходим этот период в Тишре, то есть сначала у нас новый Скажите, да, потом мы ем Кипур 10 дней. 30 дней, хотя у меня 30, но не важно. А после него 10 дней Тишре, да? Возьмем 10 дней, да, 10 дней Тишре, это получается 40, это, короче говоря, обновления и очищения, какой-то период необходимый для того, чтобы наступило некое новое состояние, да, и вот поэтому каждый раз, и когда Моше 40 дней проходит, он что-то новое начинает появляться, вот, и вот то, что во время заводного тельца они не выдержали этот срок, у них получились проблемы из-за этого, плохие очень, вот, и у Ноха тоже 40 дней, то есть 40 это вот такое число, которое составлено из обновлений и очищений, так мне кажется, я не знаю, очень интересно, я не видела нигде, но где очень интересно было. Кроме того, это совпадает с тем, что, по-моему, третьи 40 дней как раз так и сказано, что он забрался на гору первого иллюля спустился 10-го тишрея. Да, и 10 это еще число 10 заповедей, это тоже как бы закон, да, на основе которого человек судится, на котором человек будет соблюдать эти 10 заповедей, да, это число 10, это также две руки, которые наказывают, которые в таком. В общем, 10, конечно, это очень базовое число, конечно. А это число, так сказать, суда, а 30 число обновления, дохода, подальше. Ну, тогда вообще очень интересно получается, что для природы прошло 12 лунных месяцев плюс 10 дней, а для Аноха, для тех, кто в Копчеге, прошел один лунный месяц плюс 10 дней, опять же, у нас привязано к Луне плюс, к лунный цикл плюс. Тоже год, да, там год обновления, это Шана, и это меняется что-то, это действие уже более серьезное. А Ходыш, это просто Ходаш, да. Да, да, то есть принцип лунный месяц как Ходаш, да, как обновление, плюс 10. А Шана, это просто изменение, как бы, циклическое, такое, серьезное изменение, когда что-то вот серьезно меняется. Ну хорошо, продолжим. Из этого я также понимаю еще что-то. Говорят наши мудрецы, откуда мы узнаем в Торе о Моше? Что это значит? В Торе так много мест, в которых говорится о Моше, откуда возникает такой вопрос? Еще более удивляет ответ Гмары на этот вопрос. Гмара приводит стих о потопе в конце главы Берешит. Не будет судиться дух мой в человеке вечно, потому что он плодит. И будут дни его 120 лет. Бешагам, это вот то, что здесь переведено как потому, что, но на самом деле это не потому, что это совершенно непонятное слово, там есть много комментариев, что оно значит, и один из комментариев, да, что просто если посчитать Гематрию, это получается Моше, то есть 345, да. И тогда понятно, что написано дальше. И будут дни его 120 лет, поскольку Моше прожил 120 лет. Это намекает на то, что Моше участвовал в потопе, но поскольку не смог спасти свое поколение, то был поглощен водой. И поэтому, говорит дочь фараона, когда вынимает его из воды, из воды я достала его. Я достал его из воды, которой он был поглощен со времен потопа. Ведь иначе непонятно, почему сказано из воды. Ведь она достала его из ковчега. Имеется в виду, что она достала его из вод потопа. И тогда получается, что народ Израиля переживает события, которые происходили со всем человечеством. Из этого Израиль строит себе новый мир, в котором ему удается совершить то, что не удалось человечеству во времена потопа. Ну, во-первых, надо сказать, что вот это слово ковчег, тева, оно то, в чем был нох, и то, в чем положили Моше, когда его спасали и положили в реку. А то, что, кстати говоря, как ковчег завета в русской традиции переводы переносится, там переводится, там совсем другое слово, там слово арон. Тева – это именно ковчег ноах, и ковчег, в котором был спасен младенец Моше. Да, ну и здесь вот это та же самая, то, что мы учили в прошлый раз, что в ноахе присутствовал Авраам, но не мог проявиться в том поколении. И здесь сегодня мы узнаем, что в ноахе присутствовал Моше, но опять же не мог проявиться, и потом уже Израиль сделал то, что не удалось, и то, к чему не было готово то поколение. Я даже думаю, что вот это то, что называется там у Аризали гильгулим, что там один является гильгулим такого. Просто Раф не пользуется этой терминологией, потому что она запутывает и уводит не туда. Но то, что здесь говорится, что там ноах был на самом деле Авраамом, но не проявился как Авраам, проявился потом. Это, по сути, наверное, один какой-то принцип, что по-простому просто в нем содержалось все потомство, которое потом произошло от него. Раф говорит в терминах идентичности, то есть, что у ноаха была не проявлена идентичность Авраама, не проявлена идентичность Моше. В потенциале нес в себе эту возможность, но и как человек он не смог ее реализовать, как поколение. Я думаю, что даже с Моше больше упор на поколение, он вместе с тем поколением пропал, в поколении потом. И продолжение начинается с вытаскивания его из прошлого, из водопотопа. Как-то такое... А, что он там пропал все-таки, а не то, что он как бы был в ноахе, находился. Я думаю, находился в ноахе, но это другой уровень, не уровень Авраама. Уровень Авраама это личный, а уровень Моше это уровень народа. Того, кто может... Поэтому личный уровень он спасся, да? Ноах, Абраам. А народу, весь народ, который там был, все это поколение, оно утонуло. И как его можно вытащить? Как-то так, мне кажется, это чисто ассоциативно, что когда дочь фараона вытаскивает Моше, она вытаскивает таким образом как бы эту возможность повлиять на народ, на целое поколение. Может быть, я запутываю, не знаю. Мне так показалось. Может быть, сейчас, мне кажется, совершенно четко использование генетики. Тут в этом нет ничего удивительного, мне кажется. Потому что люди, сказать, просто из опыта видели, что отец и мать сочетаются качества отца и матери в детях. То есть это все наблюдается, это все понятно и это используется. Здесь нет никаких... То есть Тора совершенно четко пользуется генетическим таким выводом постепенно. Как-то что-то плохое уходит, хорошее остается. Постепенно от одного поколения к другому происходит очищение и появляется то, что необходимо народу Израиля. я думаю совершенно верно, но это только одна сторона вопроса. Генетическая это естественная природная делекция происходит. И мудрецы тоже так говорят, как он Всевышний выводил народа Израиля как породу. Но кроме этого есть еще что-то помимо этого. Вот когда Рав говорит об идентичности, это нечто такое, что заложено в душе, а не в генетике. И оно идет параллельно генетике. Мне так кажется. Во всяком случае, мне кажется, так говорит из того, что мы учили умунитур. Он это имеет в виду. Тоже. Так возможно то, что есть в душе, оно как раз проявляется в генетике на материальном уровне. Ну это параллельная вещь, но не всегда одно и то же. Да. Но тем не менее это отдельные вещи. Как ну и про структуру души, ее связь с телом мы тоже знаем. То, что она проявляется душа наша сложно устроенная из четырех уровней, она реально проявляется через наше тело, через нашу генетику тоже, через наш характер. Как-то все это сочетается. Не противоречит что? Ну да. Нет, просто как бы вот когда мы считаем все вот эти то ли то, что называется тори, да, то есть вполне но мы не знаем о чем там идет речь. Можно понять, что это вещь идет о генетике. Там люди рождали людей. Можно понять, что речь идет вот о душах, об идентичности как раз то же самое. Ну это одновременно, наверное, да? Да, да. И поэтому также заключается союз с Нуахом. Союз Радуги заключается именно тогда, когда Нуах выходит из Ковчега, потому что союз Радуги универсальный союз, на основе которого впоследствии было построено учение Дны Ноаха, а также был заключен союз с Израилем. Важно обратить внимание на то, что союз между Всевышним и всем человечеством исторически предшествовал союзу с Израилем на горе Синай, и после этого должно построиться новое человечество. И как строится новое человечество? Дальше мы видим перечисление потомков Ноаха, то есть народов, которые управляли потом процессом истории, историю Вавилонской башни. И это будет уже на следующем уроке. Ну, теперь можем обсудить то, о чем мы узнали. Вопрос союза. Ну, мне кажется, интересно, что со стороны вовсе не факт, что есть разделение вообще вот этой Торы на Тору Израиля и Тору Возможно, что от Всевышнего исходит одна Тора, но человечество сначала ее принимает как Тору на Иноах, а потом оно ее принимает. То есть это преломление уже на уровне человека от Всевышнего собственно. У нас же нет двух книг, у нас одна книга. Поэтому мы читаем, что шли воды, вначале они как поток, потом как что-то еще, а в нашем преломлении получается, что два учения. Нельзя отрицать, что у разных народов она будет выглядеть по-разному в соответствии с их ментальностью, с их предназначением. Тора Торабный Ноах у народа Израиля она выглядит как Тора, который знает народа Израиля, письменная и устная. А в других народах может быть выглядеть иначе. Я хотела сказать про союз. Это первый раз, что заключается союз с Богом. Это нечто совершенно необычное по сравнению с другими религиями. Такого не было до этого никогда, что Всевышний заключает союз с человеком и с человечеством. Это один из важнейших принципов того, что Бог создал мир, чтобы человечество было ему партнером в построении мира. Именно поэтому он заключается в союзе. Это одна из главнейших компонентов и вторей Израиля и вторей человечества. Нужно понять, что такое союз. То, что брит, то, что переводили словом завет. непонятно. Я как понимаю, во-первых, мы встречаем в Торе, там враждующие народы заключают брит между собой, что это некий договор о ненападении, что впоследствии может кто-то его нарушить. Но у нас есть некий акт, некий документ, я не знаю, что мы партнеры. И второй момент это бракосочетание. Тоже оно можно назвать бритом. Когда мужчина и женщина друг друга выбрали, точно так же и здесь. Всевышний выбрал Нуах, но потом он выбрал Абрам и еврейский народ. И в состоянии, когда у них все хорошо, они заключают договор, что потом, когда что-то может измениться, наши чувства, наши тела и так далее, мы будем опираться на этот договор, что мы заключили вот этот брит. И вот эта тема, она как раз проходит все время в Танахе, что я тебя не оставлю, потому что мать не оставит своего младенца, но даже если бы она оставила, то я тебя не оставлю. То есть брит, он со стороны, это что-то такое незыблемое, со стороны Всевышнего. И вот как раз первый брит, о нем мы читаем, как раз он был заключен с Ноахом. Ну да, конечно, я согласна совершенно, но я просто хотела сказать, что это исключительная такая вещь в плане того, что все-таки на примере, например, бракосочетания, оно предполагает совместное действие, некоторые единства целей. Не просто так, что мы договорились не убивать или не враждовать. Мне это кажется. И в этом смысле, а иначе зачем Богу вообще, чтобы ты не был, такое заключается с человечеством, с Израилем. Одним из важных моментов это то, что он предполагает, что мы будем с ним действовать вместе. Нам пока неизвестна его цели, но неизвестна. То есть поначалу нам неизвестно до конца это сегодня. Связь Первого Завета и Второго, значит, тут просто есть такой момент, я не знаю, насколько он верен, что просто не может быть сильного отрыва, что один народ получит Тору, а другой останется совершенно в дикости. никакого взаимопонимания, никакого взаимодействия, если не было бы ни Египта, ничего, чтобы можно было что-то сделать с избранным народом. Подгоняется общий уровень, то есть фон, должен быть определенный фон в целом, уровень для того, чтобы выделить один какой-то народ, который пойдет дальше. Поэтому здесь работается над всем человечеством, одновременно в определенный момент делается определенный прорыв, то есть выделяются евреи, получают Тору. То есть может быть сильного такого отрыва, что там останется как бы проколение совершенно дикое, там после потопа как бы оно бы не было, и будет как бы совершенно чем-то неопределенным, а евреи вдруг выделятся. Мне кажется, такой план как бы такой ступенчатый у Всевышнего. Ну да, да, тоже верно. Ну ладно. Как бы есть у кого-то еще что-то такие замечания? Ну, если замечаний и вопросов нет, тогда мы закончим и до следующего раза. Следите за рекламой. Окей, замечательно. Всем спасибо. на просмотр.